Вы когда-нибудь задумывались, сколько нужно разговаривать со своими детьми в день? Недавно я узнала об одном исследовании, в котором говорилось, что то, сколько человек разговаривает со своим ребенком в день, влияет на его успеваемость в школе в 14 лет. Кстати, оказалось, что люди с более высоким достатком, с более высоким уровнем жизни разговаривают со своими детьми намного больше, а семьи с небольшим достатком пренебрегают этим, и разница к 4 годам может составить 30 миллионов слов. Вторая категория исследований, которая навела меня на размышления, это исследование взаимосвязи развития речи у детей и просмотром телевизора. Суть такова, что когда мы слушаем или смотрим какой-то фильм, сериал, радио, то мы меньше разговариваем. И, соответственно, мы не вовлечены и в детские игры, мы не рассказываем им истории, мы не разговариваем со своим ребенком, он теряет где-то 700-1000 слов в этот час или два, пока идет сериал. То есть нужно, конечно, это время восполнять, если все-таки мы слушаем какие-то программы. Я даже хотела найти приложение, которое бы считало, сколько слов я говорю в час, чтобы посмотреть, достаточно ли это количество слов. Становка! Открыть приложение! О, сло, минуты, поехали! И что, все, можно уже говорить? Стоп, ну стоп, прошло 2 секунды, 3 секунды. А количество слов? Ноль. Я, кстати, сняла пример, как могут проходить мои занятия с Лизой, в зависимости от того, сколько я с ней разговариваю. Объясняю ли я то, что я делаю? Или просто предоставляю ей изучать этот мир самостоятельно? Спасибо, дорогая. Ты мне отривала еще одну, еще одну. Спасибо. Какого-то цвета? Это желтый. Давай сделаем с тобой маленький шарик. Посмотрим, какой он маленький, да? Еще можно сделать еще вот из леды, сделать шарик уже побольше, да? Смотри, этот маленький, а этот шарик побольше. Покатаем одним пальчиком, и у нас получится совсем маленький шарик. Какого цвета? Зеленого цвета, да? Возьми, сделай колбаску. Сделай колбаску зеленую. А кубик не катится никуда, да? Кубик не катится. Итак, что же нужно делать, чтобы должным образом развивать мозг малыша? Обратимся к советам из книги «30 миллионов слов» Даны Саскендт. Есть три основных принципа, которые предложены в этой книге. Это настройка на ребенка, активное общение и развитие диалога. Настройка на ребенка — это значит, что мы стремимся замечать все, что интересно нашему малышу, и разговаривать с ним именно об этом. То есть параллельно вы с ним играете в какую-то игру, строите замки, играете в песок, и когда вы обсуждаете, что же вы делаете, вы развиваете мозг в двух направлениях. И были проведены исследования, что если деятельность какая-то, да, в какую ребенок вовлечен ему неинтересна, то и слова, которые используются в это время, он не запомнит. Второй этап — это активное общение. То есть тут важно и количество слов, и их качество. Все, что мы вкладываем в мозг ребенка, все это потом даст свои плоды. Родителю лучше употреблять полные слова, причем в разных их вариациях. И кошка, и кошечка, котенок, киска — все варианты слов, чтобы он мог видеть, что это все разнообразие слов может относиться к одному предмету. И ассоциации, и синонимы. Все это должно создавать систему, чтобы мы погружали его в наш язык, во все наши понятия. И лучше не заменять слова местоимениями. Реже говорить «это», «этот». Это еще, да, можно положить? Нет, нельзя, это несъедобное. Это нельзя есть. И третий этап — это развитие диалога. Нужно больше задавать вопросов, рассказывать соответственные истории. В этой книге предлагается несколько советов. Это совместное чтение, когда малыш сидит рядом с вами или у вас на коленках, и вы либо читаете книжку, либо смотрите картинки, рассказываете, что малыш сейчас видит. Не страшно, если малыш просто хочет листать книжку. Вы все равно придете к совместному чтению. Просто нужно это взять за основу, стараться ему что-то увлекательное рассказать, чтобы он был заинтересован в этом дальнейшем. Второе — это рассказывать истории. Рассказывать истории обо всем, что видит малыш. Вы идете по улице, видите голуби, придумаете историю про то, откуда они могли прийти, что они кушают, что они видят. Или, может быть, папа пришел с работы, и он рассказал, знаешь, а я вот шел с работы, зашел в магазин, потом я еще долго шел мимо домов. Ну, то есть, может быть, совершенно простая история без какого-то увлекательного сюжета, но это, даже это будет ребенку полезно. Счет. Считайте все, что попадается на глаза. Считайте вилки на кухне, считайте воробьев на улице, ступеньки. В общем, все, что возможно, нужно считать. И, кстати, первая цифра не раз, а один. Один, два, три, четыре, пять. Геометрия. Развитие навыков геометрии с рождения. Просто смотрите на все предметы с точки зрения формы. Вот, например, эта подставка под горячее круглое. Почему бы не сказать об этом ребенку? Размеры. Что больше, что меньше, что глубже, что выше, ниже. То есть, тоже смотреть на все с точки зрения сравнения, может быть. И немножечко дополнить хочу про похвалу. Я читала еще одну книжку «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк. Ну и в этой книге тоже, кстати, есть на нее ссылка по поводу того, как хвалить детей. За что мы хвалим детей. Это, кстати, часть разговора нашего с ребенком. Нужно хвалить за старание. Вот, самое главное, что мы должны запомнить, это нужно хвалить за старание. Не то, какой ты молодец в принципе. Да, что, ой, ты у меня такой умный, ты у меня такой красивый. Нет, ты молодец, ты стараешься рисовать линию прямо. Я вижу, у тебя получается все лучше и лучше. Ты сделал еще одну линию, еще смотри. А третья линия, она более прямая, чем первая. Ты молодец, ты постарался. То есть, хвалить именно за стремление к учебе, за стремление сделать что-то, за интерес. Тогда им будет в дальнейшем проще преодолевать трудности. Ведь если ты и так умный, если тебя и так хвалят, то зачем вообще преодолевать какие-то трудности? А если... или если у тебя талант, например. Или если у тебя не получается математика, значит, ну, у меня нет таланта. И, ну, значит, я могу даже не стараться, у меня все равно не получится. Но если вы хвалите его за старание, то он будет думать, хм, математика. Значит, мне надо постараться еще получше, и тогда у меня все получится. Хм, что-то я не доделала. Наверное, я еще раз попробую прочитать учебник и сделать это упражнение. Ну, то есть, мы уже в младенчестве закладываем базу для их саморазвития в школе, в университете, вообще во всей жизни. Поэтому давайте хвалить правильно. Кстати, напишите в комментариях, как много вы разговариваете с малышом и о чем. Что вам нравится больше в общении со своим ребенком. И пока-пока, до новых видео, подписывайтесь, жмите колокольчик, нажимайте лайки. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok